В общем, проглаза его рассказала, всем смотрят с интересом. Бабушке дают себя целовать постоянно, всем дают себя целовать, только в лобик. Ну, ей говоришь, Варя, дай поцеловать, а она так тянет лобик, чтоб ее в лобик поцеловали. Хотя бы прикосновения уже чужих не боится, уже хорошо. В общем, с папой стала она обниматься, папе смотрят в глаза, подминивают, сидят они там с ним, она что-то подражает, повторяет. В общем, с папой у них контакт стал налаживаться. Раньше там его особо не было. Ну, теперь, если он там ляжет на пол, с ней побарахтаться, она на него забирается, что-то играет, называют его тоже на контакт. Ну, в общем, спасибо большое, Давид, за все, что вы делаете для нас. Спасибо, что вы постоянно, всегда на связи, всегда отвечаете. Даже когда не можете, вы все равно ответите и скажите, что сейчас не получается пообщаться. Ну, по крайней мере, в письменном виде всегда отвечаете. Спасибо большое за это. Про себя хочу сказать. Спина у меня так и не болит больше, и чтобы никогда ей больше не болеть. Вот уже три месяца получается, да. Ну, не три, но два месяца. Ну, два конкретных месяца. Я не чувствую ни боли, хотя у нас было два переезда уже за это время, и постоянно в движении, и спина не дает о себе знать вообще. Я даже иногда хожу, думаю, что-то должно случиться. Сейчас я так много сделала, вот так много подняла. Ну, ничего не случается, но у меня не болит. У меня очень хорошо. Я прям помолодела, наверное, в плане физического труда. Вот еще, что я хочу сказать. С мужем мы, конечно, когда узнали о Дианде Варим, немножко, ну, не ругались, ну, не допонимали друг другу, не общались. Сейчас все у нас как-то нормально, все ровно. Мы не ругаемся. Как-то у нас больше, что ли, не знаю, больше стало мужа и жены в этом году, нежели родители. Как-то мы сблизились. Я тоже думаю, что это все не просто так. Сами мы над этим не работали. Я никаких компромиссов не искала. Просто как-то все само собой, потихонечку, как будто какие-то силы извне нас сближают. Не знаю. В общем, еще что про Варю сказать. Про муху, про самолет. Не помню, уже говорила. Нет, самолет видит. Самолет слышит, показывает пальцем, говорит, летит. Летит, летит. За мухой по дому бегает, если муха летает. Все птичек видит. В общем, интересуется еще, что мы едем на машине, допустим, из города домой и проезжаем всегда в магазин универсала. Мы всегда раньше в него заезжали, покупали что-то, ехали домой. То за пару дней мы проезжали его мимо и мы проедем его мимо. И Варя только что не тянет меня за руку. Значит, что? Почему мы проехали? Она ничего не говорит, но она дает свидетельствование, что почему мы проехали мимо в магазин. Город большой. В принципе, ты ездила по всему городу, но она именно знает, что этот магазин по дороге к нам домой именно мы сюда должны заехать. Вовремя два раза такое у нее поведение было. Тоже интересно. Варя начала говорить, повторять, говорит буквы, цифры, слова какие-то повторить, цвета повторять. Но, в общем, все равно ребенок поменялся она какая-то другая стала, не такая, как была. Ну, очень, конечно, рада, что эти изменения происходят. И Варе интересно самой стало, что есть игрушки, которые можно играть, что есть люди, которым можно смотреть в глаза и улыбаться глазами. Ну, в общем, забавная девочка становится. Про душ я сказала, не помню, уже сейчас. Мы переехали в этот дом, и тут была, тут у нас душевая кабина. Мы всегда были в ванной, а тут душевая кабина. Я, Варе, поставив душевую кабину, помните, она так плакала, такую истерику закатила. В общем, два дня я ничего не могла с ней сделать. Ну, какое, она прям плачет, она взрывает, что она не хочет в этой кабине находиться. Я мысленно, я не писала. Давиду не звонила. Мысленно попросила его Давиду. Помоги, пожалуйста, Варе. Мне тяжело. Просто я как помолилась ему. И вот на третий день Варя с радостью зашла в эту кабину, прыгала, скакала. Пена, вода. Проблем нет. Я не знаю. Я очень благодарна Давиду. Я благодарю Господу, что есть такие люди, как он. Может, что-то я и забыла. Пересмотрев видео, я вспомню и в следующем отчете уже дополню. Может быть, что-то забыла. В общем, спасибо большое, Давид. Я очень рада, что встретила вас на своем жизненном пути. Спасибо большое.